Доброе утро! Здравствуйте! Мы говорили за кадром о том, что часто путают чирлидеров и мажореток. Расскажите о конкретных принципиальных отличиях. Ну, в общем-то, мажоретки — это тоже спортивная хореография, которая в себя включает такие направления, как баттоны. Ну, это специальный такой инвентарь, палочка с двумя наконечниками, она балансирует специально это, то есть сочетается здесь и жонглирование, и танец. Основной, конечно, здесь — это шаг-марш. Вот. Потом, почему там приближенно оно с чирлидингом? Потому что там есть такое направление помпонами, работа с помпонами. Но тут немножко разное, потому что в чирлидинге больше идёт, скажем так, прыжки, акробатика. Здесь акробатики не должно быть. Здесь больше хореография, ну, это что-то связанное с балетом, скажем, даже не связанное, а там идёт именно всякие вращения, шане, батманы, плюс красивые волны, красивые можно делать буквы помпонами. Вот. Также сюда включаются батфлаги, это тоже очень интересно, то есть это ближе к парадам, да, к маршам. И включаются баннеры, таблички различные. Ну, вот как бы... А вот скажите, пожалуйста, команды мажореток и команды чирлидеров, они вот между собой конкурируют как-то или нет? Нет, мы только дружим, потому что это разные, это разные направления, чирлидинг отдельно, мажоретки отдельно. А как отбираются девочки в команду? То есть сколько должно быть человек? Ну, в мажоретках чем больше, тем это лучше, потому что это огромные маршевые парады, это красочные, то есть здесь можно какие-то красивые каскады показать, опять за счёт количества. А так, также, если мы идём на конкурс, мы можем и соло, и дуэт, и трио, вот. Ну, и большие, и малые группы. Мы сегодня вот говорим о конкуренции, скажите, конкуренция внутри команды, она присутствует? Конечно. Это всегда, это как бы больная тема, но мы стараемся это решать. Вот. Конечно, бывают там и слёзы, ну, в итоге, конечно, мы приходим к мирному дружескому соглашению, как бы. А кто становится капитаном? Капитаном становится, конечно, та девочка, которая лучше всех, конечно, исполняет, которая более лояльная, которая может помочь девочкам, которая, в первую очередь, моя правая рука, скажем, да. Помогает. Да, всегда могу обратиться, сказать, вот, Камила, вот у меня, мамы тканого, капитан команды, надо девочек собрать. Всё, она быстренько обзвонила, организовала, да. Ну, давайте посмотрим уже на ваших мажореток и на выступления. Очень интересно, на самом деле. Угу. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...